Известный казахстанский режиссер и сценарист Аскар Бесембин, работавший над такими проектами, как «Жена не стена» и «Больше чем кино», начал подготовку к новому фильму под названием «Билет из рая». Эта картина расскажет о многом, об отношениях отцов и детей, о том, насколько важно слышать друг друга, находить в трудное время нужные слова. Но основным инструментом режиссера по-прежнему остается юмор. Идею картины, по словам режиссера, придумала его дочь Камила, когда ей было 8 лет. Тогда он пообещал, что через 4 года снимет этот фильм. И вот спустя 3,5 года работа над картиной началась. Проект стал победителем второго питчинга Государственного центра поддержки национального кино, который прошел в марте текущего года. Новую яркую, драматическую и резонансную историю расскажет режиссер Сабит Курманбеков. Художественный фильм «Боран» также стал победителем второго питчинга и будет снят при финансовой поддержке киноцентра. Фильм расскажет историю молодого парня, который случайным образом пересекает границу с Китаем. По тем временам, а это 80-е годы, это было серьезным преступлением. Минимум 5 лет в советской тюрьме, а в Китае за это и вовсе грозил расстрел. Как отмечает режиссер, в этой истории есть одна главная мысль, ради которой задумывался фильм. Простой человек в своей обыденной жизни может совершать большие героические поступки. «Боран» — это второй проект режиссера Сабита Курманбекова на тему судеб казахов и их жизни на чужбине. Первая картина «Оралман» продемонстрировала, что эта тема актуальна для нашего зрителя. На видеосервисе YouTube фильм «Оралман» посмотрели уже около 400 тысяч раз. В настоящее время авторы проекта «Боран» уже определили актерский состав и выбрали основные локации для съемок. Это Алматинская область и Монголия. В ближайшее время группа уже приступит к производству фильма. С уверенностью можно сказать, что казахстанское кино становится разнообразнее и качественнее. В полку спортивных драм следующего года прибавился новый проект. Помимо боксера Акана Сатаева и Хожемухана Канагата Мустафина, мы с вами увидим картину, популяризирующую спортивный бег в Казахстане. Режиссером фильма под названием «На старте» выступил Ярнар Нургалеев. Фильм «На старте» — первый национальный фильм, популяризирующий легкую атлетику в Казахстане. Бегом может заниматься каждый. Для этого не обязательно иметь особенные спортивные способности. Проект покажет это зрителям через истории главных героев. Первым постановщиком фильма был российский режиссер Индар Джин Дубаев, который работал над проектом и сценарием более полугода. Но из-за введения чрезвычайного положения в Казахстане ему пришлось уехать. После приходилось вновь менять сценарий с учетом нынешней карантинной реальности, поскольку авторы фильма знали, что в ближайшем будущем будет сложно снимать массовые сцены. В этот период Максим Акбаров, который является генеральным продюсером проекта, обратился к режиссеру Ярнару Нургалееву, известному по фильмам «Жаннам ты не поверишь» и «Я люблю тебя». Когда прочитал сценарий, я изначально сказал, что я не сниму такой фильм, потому что у них написано было более прямо голливудский, написано было. Прямо масштабный стадион, про легкая атлетика. Представляете, более голливудский смотрелся. Потому что у нас карантин, и я сказал, что изначально я не смогу. Есть варианты, можем изменить сценарий, более по-другому сделать. Но чуть поменял все действия, любовные линии, и не легкая атлетика, сделал марафонский. Она легче, и хотел показать природу. У нас в Казахстане будет в три места, хорошее место. В горах, в Алтанемеле, много интересных объектов. Сюжет фильма – это история о двух братьях, которые после смерти отца начинают промышлять ограблениями. Их замечает тренер по легкой атлетике, приехавший из города в аул для отбора талантливой молодежи. После этого жизнь братьев кардинально меняется. На главные роли в картине были приглашены Ербол Симкулов и Жандос Айбасов. Для последнего роль спортивно одаренного человека является не первой. Он был ассистентом режиссера на проекте Аскара Узабаева «Жол», а также играл роль бойца смешанных единоборств в фильме «Я люблю тебя». Я не знаю, как так получилось, но этот проект мне сложно удался именно тем, что я дважды переболел. Ну, это обычная болезнь, это ОРВИ. И я потянул мышцу на ноге, я не мог вообще бежать. Сейчас уже более-менее восстановился. Ну, в первый же день съемок на стадионе, когда мы с Ерболом рванули, я почувствовал какую-то, ну, боль. И я подумал, ну, после первого думали, я подумал, ну, можем дальше снимать. И второй, и третий дубль я смогу осилить, но у меня не получилось. И было сложно. До конца проекта эта боль, короче, не покидала. Жандос шутит, что после окончания съемок теперь два года не собирается бегать. Там было очень много массовки. И мы вроде бы бежим, и я группе говорю, ребята, правда, не могу. Смог бы я сделал, без проблем вообще. Ну, боль какая-то вообще непонятна была, прям в мозг дает. И напрягало это все. Ну, а так все, в принципе, все нормально было. И вот эта вот боль в ноге, она всегда меня напрягала. Авторами фильма, совместно с Жандосом, было принято решение, что его персонаж должен выглядеть на 25 лет, с чем 31-летний актер отлично справился. Мы сразу решили, что мы убираем бороду и стрижемся. Потом я сбрасывал вес. И я не сбрасывал вес так, чтобы там качаться и так далее. Я просто сбрасывал вес. Потому что, ну, мы создавали героя не такого терминатора, не такого там супер какого-то героя, а просто обычного парня, который живет в вауле. Вот. И когда мы думали над этим образом, предложений было очень много. Но в первую очередь надо было сделать так, чтобы я оказался на 25, на 23. Вот. И на это понадобилось примерно, ну, чуть меньше месяца. К роли старшего брата Жандосу не пришлось привыкать. Как и в фильме, у актера есть родной младший брат. Конечно, помогло, да. Во время съемок я всегда представлял Ербола так, как будто это мой родной братишка. Ну, я относился так же к нему, как к родному своему брату. Вот. Это, конечно, все помогает. Я-то сам, я бы не сказал бы, что я профессиональный актер, который учился на это и так далее. Я просто все, ну, все через, передаю через то, что я видел, чувствовал, чувствую. Так что в этом деле, в этом плане, да, очень сильно, конечно, помогло мне. Все пробежки, трюки и опасные элементы актеры выполняли сами. Суммарно, за время съемок главные герои пробежали около 100 километров. Но, как утверждает режиссер картины, фильм в первую очередь не о спорте, а о взаимоотношениях двух братьев. Изначально они хотели сделать более спортивный, голливудский, более портретистский. фильм сделать, но я сделал, давайте сделаем историю двух братьев. Спорт-то идет, подготовка, куда-то выступает, что-то делать. Поверхность, не главная цель спортом заниматься, а самое главное отношение двух братьев. Возможно, картину ждет фестивальная судьба, и она будет иметь авторский подтекст. Также создатели «На старте» ожидают большой зрительский интерес со стороны отечественных зрителей. Ну, я, скорее всего, больше коммерции. Потому что изначально мне продюсеры сказали, что это должен быть коммерция для людей. Но я там моменты придумывал, тем более чью-то авторский интерес. Ну, как объяснить? Неожиданная любовь, неожиданная мотивация, неожиданно все, неожиданные моменты. Потому что здесь мотивация. Многие фильмы, когда смотрю, вот, начал спортивно смотреть, всегда мотивирует кто-то. Например, тренер мотивирует, девушка мотивирует, и становится, опять же, мотивация, после этого становится супергероем и идет вперед. Ну, это бред же, по идее. Как так? Если человек, иди, спрыгни, он должен спрыгнуть, он должен сам решать, хочется мотиваться или ничего. В этом история, в этом фильме интерес будет. Все неожиданно, все, как бы чуть наоборот все. Сценарий фильма переписывался шесть раз. Из-за карантина съемка была остановлена на полгода. Но основная тема проекта осталась неизменной. Это патриотизм и желание показать, что спорт может быть в жизни каждого. Лично мое мнение, такие фильмы нужны, потому что это не комедия. Это фильм о нас. И я думаю, этот фильм, он будет очень поучительным. Потому что мы своих героев старались показать, мы же говорили до этого, не такими, как типа голливудские супергерои, они могут взлететь, они могут сделать что-то невозможное. Обычные ребята, простые ребята, у которых есть талант, но они сами этого не понимают. Также поклонники совместного творчества Ярнара Нургалиева и Жандоса Айбасова будут рады узнать, что черная комедия «Жанам, ты не поверишь» стала первым эксклюзивным проектом одного из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. По словам авторов фильма, премьеру готовили в течение нескольких месяцев, и сейчас стало ясно, что казахстанские продюсеры могут стать полноценными игроками российского кинорынка и создавать истории, которые могут на равных бороться с проектами лучших киностудий наших соседей. После долгого перерыва режиссер Рашид Нугманов возвращается с новым проектом. Это мини-сериал, рассказывающий о судьбе внука Чингисхана Бату. Рашид Мусаевич относит проект к жанру «Исторический детектив». Помимо сериала, нас ждет документальный фильм на эту же тему. Финансируется проект Государственным центром поддержки национального кино. Сегодня в гостях у программы «Кинобизнес» архитектор, кинорежиссер, сценарист и продюсер Рашид Нурманов. Рашид Мусаевич, добро пожаловать к нам в студию. Добрый день. Спасибо, что пришли. Как у вас сейчас дела? Как провели время на карантине? Как прошла для вас пандемия? Плодотворно, я бы сказал. Это такой, наверное, для многих удобный момент как-то пересмотреть свою жизнь, планы на будущее, сконцентрироваться, наверное, на каких-то вопросах, которые ты все время откладывал, забрасывал. Вот и теперь можно ими заняться. Их отговорок у тебя не будет. Да, времени свободного было предоставлено. Времени свободного вала. Ну, как известно, в прошлом году наконец-то в Казахстане был принят закон о кинематографии, был создан киноцентр, который проводит питчинги. В этом году вы участвовали во втором питчинге. Вы заявили достаточно масштабный проект, который прошел отбор, будет реализован. Сами вы характеризуете его как казахстанская игра престолов. Это будет история о Бату. Можно подробнее нам рассказать, давно ли вы задумали эту историю и на каком этапе сейчас? Ну, вообще, вот вы упомянули, что я архитектор. Я занимался как архитектурой, так и археологией. Я общался очень многими нашими историками, когда работал в обществе охраны памятника в истории культуры Казахстана. И с тех пор у меня какой-то большой интерес к истории нашей страны. И в том числе, конечно, к фигуре Бату. Потому что Бату – это одна из ключевых фигур 13 века. Не только для истории Казахстана, но и всей Евразии. А конкретный кинопроект у меня сложился, ну, мы начали его обсуждать где-то в 2014-2015 году. На первой встрече мы с Ардаком Амеркуловым, моим сокурсником по ВГИКу, мастерской Соловьева, начали эту тему проминать, обсуждать. У меня уже было много своих мыслей по этому поводу. И вот она привела сейчас вот эта идея уже к конкретике. Вот сейчас Центр выделяет нам средства на запуск такого, я бы сказал, трамплина для будущего сериала. Это будет многосерийный проект? Да, он в перспективе. Это многосерийный, наверное, многосезонный, если все будет успешно продвигаться, сериал. А сейчас мы приступаем к работе на так называемой докудрама. То есть это документальный фильм, который состоит, с одной стороны, из интервью с ведущими исследователями эпохи, историками, учеными. А с другой стороны, постановочные сцены, как бы реконструкция событий. Но не такая не скупая, ученая там реконструкция, да, скучная, а связанная с сюжетом. Сюжет у нас динамический, и он построен вокруг расследования. Бату, 18-летний парень. То есть это будут игровые сцены? Да, игровые сцены. Расследует обстоятельства загадочной гибели отца. Жоши? На охоте. Вот вы знаете, есть даже знаменитый древний Кьюи, Аксак Кулан, сочиненный так по легенде Найманом Кетбугой, который повествует о том, что во время охоты старший сын Чингисхана погиб от копыт раненого Кулана. И в эту историю не верит его сын, 18-летний Бату. И начинает расследовать, что там произошло. И вот этот такой детектив раскручивается. И сценарий сейчас уже готов? Или пока идет работа? Нет, но сценарий у нас готов для нашей первой работы документально-игрового фильма, который служит нам трамплином. И готова так называемая библия сериала. Библия сериала, это на профессиональном сленге, называется расписанной серией, что в них происходит. То есть по эпизодам. Герои, по эпизодам и так далее. Все практически, кроме диалогов. Диалоги будем отдельно прописывать. Мясо на кости будет. Да, это вся история выложена. Судя по описанию, достаточно масштабный будет проект. В Казахстане редко снимают такие фильмы. Это историческая эпоха, костюмы, лошади, каскадеры. Есть ли сейчас уже кастинг, какие-то актеры, которые выбраны на роль? У нас ведь кастинг не только казахстанский. У нас действие происходит от Китая до Рима. Да, будут участвовать не только казахстанские актеры. Не только казахстанские актеры, это будут и актеры из России, из Европы. Съемки будут проходить во всей Центральной Азии, по всей Центральной Азии. Ну да, и в Центральной Азии, и в России, и даже документальный, вот этот фильм, который мы сейчас делаем, документальный, игровой, мы его снимаем и в Казахстане, и в России. Ну а когда дело дойдет до сериала, конечно, география расширится. Там будет и Монголия, будет и Китай, будет и Европа. Говоря о сериале, мы имеем в виду большие полуторачасовые серии? Нет, почему полуторачасовые? Это классические часовые серии. Это так называемый мини-сериал. То есть мини-сериал, это сериал с ограниченным количеством серий в сезоне. Вы говорите о том, что если это будут часовые серии, можем ли мы иметь в виду, что фильм в том числе выйдет в прокат в кинотеатры? Или это будет только... Я надеюсь, потому что современные сериалы, вы видите, они по качеству не кинематографичны. Это уже не какая-то там мыльная опера, которая идет в одном-двух интерьерах и состоит из бесконечных разговоров. И снята на телекамеру. И снята на телекамеру. Да, здесь абсолютно будут кинематографические ценности на экране. И вполне возможно, что в определенных территориях, на определенных рынках, где интерес особенный, например, Казахстан, Россия, его вполне можно предложить кинотеатру. Та же Монголия? Монголия, да. Для Китая. Судя по масштабности проекта, можно ли сейчас как-то оценивать его бюджет? Можем ли мы называть какие-то цифры? Ну, я бы поостерег сейчас. Но я могу одно сказать, что вот эта докудрама, которую мы сейчас делаем, она стопроцентно финансируется Центром поддержки национального кино. А вот этот сериал, игровой сериал, конечно, невозможно поднять. Мы знаем прецеденты, там, фильм «Кочевник», в который вкладывали очень большие средства и так далее. Но я считаю это неразумным. По многим причинам. Во-первых, если ты делаешь исключительно казахстанскую продукцию, намного сложнее на другие рынки выходить. Потому что она, в первую очередь, будет рассчитана на местную аудиторию. Например, как «Казахское ханство» сериал. Ему очень трудно выйти за пределы Казахстана. Во-вторых, конечно, распределение рисков и вкладывание средств будет более разумным. У нас есть уже переговоры с рядом заинтересованных иностранных компаний. Мы могли привлекать и европейские компании, мы могли привлекать и китайские компании. Но мы всячески надеемся на это, что продукт получится очень качественным, масштабным. Обязательно будем ждать. Смотрите вторую часть интервью с Рашидом Мусаевичем Нугмановым в следующем выпуске нашей программы.